Всем большой-большой привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Если вы еще не мой подписчик, обязательно им становитесь. А с вами Людмила Батакова. И я сегодня хочу продолжить тему. Это уже будет второй серьезный ролик, ну третий как бы в этой цепочке о хоум-бизнесе, о домашнем бизнесе. Впервые, когда я заикнулась о домашнем бизнесе, я получила большое количество запросов на то, чтобы продолжить и развить эту тему. И в одном из своих роликов я раскрыла эту тему и попросила вас поддержать меня пальчиком вверх, если эта тема действительно вам интересна для дальнейшего развития. И вот да, пальчиков вверх было очень много и много запросов продолжать. Многие из вас говорят, что ну Людмила, ну зачем так много предисловий? Сразу раскрывайте тему. Ну во-первых, я не робот. Мы о роботах сегодня еще поговорим. Я общаюсь с вами благодаря вот этим роликам, у нас нет другого с вами общения. Во-вторых, для того, чтобы раскрыть тему, очень важны объяснения, пояснения, предисловия к тому, почему я считаю, нужно делать так, а не иначе. То есть исходя из своего опыта, я не рассказываю того, чего не пережила сама. Поэтому в теме домашний бизнес, видите, тут обложилась подушками, сижу, сейчас тут рассуждаю себе. Вот теме домашнего бизнеса, конечно, я много о нем знаю, потому что мы с мужем с 1998 познакомились с возможностью работать из дома, да, а с 2003 года, с 2003 года мы работаем только дома через интернет. Это не значит, что ты просто сидишь дома, как в офисе, и что-то делаешь. Домашний бизнес означает, что ты работаешь там, ты имеешь возможность работать там, где ты сейчас находишься. В гостях, в поездке. Интернет дает нам огромные возможности действительно развиваться. А развиваться мы должны, потому что мы должны развивать свои таланты, да. Таланты – это одна из задач человека. Мы обязаны в 21 веке развивать свои таланты, сколько бы лет нам ни было. Время изменилось, 21 век, и он требует от нас другого, других действий, другого развития, других скоростей. Про таланты. Они реально есть в каждом человеке. Просто у одних людей таланты очень яркие, они уже рождаются такими людьми, которые должны свой талант усилить и отдавать, очень многое отдавать людям. Ну, то, что мы видим сейчас, актеры, певцы, художники, да, то есть люди, которые прямо сейчас где-то флагманами являются, да, это люди, которых наделены огромным талантом, они должны им делиться. Это тоже большая ответственность. Но есть другие люди, таланты которых скрыты. Они точно есть, но человек их не видит изначально, вот он не проявился, да. И такие люди должны найти в себе этот талант, выкристаллизовать и обязательно им пользоваться. Обязательно. Это очень важно, потому что именно таким образом наш мозг постоянно находится в работе. Тогда человек не стареет. Если не стареет его мозг, не стареет человек. Когда человек занимается любимым делом, он притягивает мощную энергетику к себе, то есть он остается здоровым. Ему не нужны выходные, ему не нужны отпуска, потому что он не устает. Когда ты занимаешься любимым делом, ну какой отпуск может быть? Ну и когда вы занимаетесь любимым делом, его уже можно монетизировать. Сегодня это не проблема. Сегодня у нас столько инструментов, чтобы монетизировать свой талант. Миллион. Просто нужно всем грамотно воспользоваться. Ну это первое, о талантах. Второе. Вы знаете, все больше и больше в нашу жизнь приходит автоматизации и роботов. Вообще аналитики говорят о том, что к 2025 году, а это через 6 лет, количество рабочих мест сократится на 800 миллионов. Это огромная цифра. И в принципе оно и правильно, потому что уже сейчас процесс автоматизации мы с вами видим, но в тех же магазинах терминалы самообслуживания, да, то есть не нужен кассир, контролер. Автозаправки. Подъехал, заплатил, сам налил, уехал. Не нужен человек, который обслуживает. Смотрите, уже сколько, например, я знаю банков, банки, которые обслуживают своих клиентов, а физически этого банка даже нигде нет, у него нет адреса. Он весь виртуальный. То все переведено в интернет, все работает на программам обеспечения, автоматизировано. Все происходит быстро, деньги перелетают мгновенно, покупки в интернет-магазинах, тоже все уходит туда, все уходит в интернет. И роботы – это то, что актуально уже на производствах. И будет все больше и больше роботизации производства. На складах очень много роботов, потому что там нужно будет двигаться быстро и очень четко. Робот не ошибается, если программное обеспечение в нем вшито правильное. Но если робот даже ошибается, робота в считанные секунды можно переучить, перепрограммировать. Он будет работать так, как нужно производителю. Кстати, компания Adidas уже построила и еще строит такие производства, которые называются Speed Factory. И на этих производствах по шивам обуви занимаются роботы. Благодаря такой технологии Adidas выпускает в корчайшие сроки больше обуви. И она более персонализирована под человека, то есть под его ножку. Роботы могут очень многое. Есть еще несколько факторов. Есть работа, которая уже надоела, невозможно на нее ходить. А ходить на нелюбимую работу нельзя. Вы теряете силы, теряете молодость, красоту. Есть люди, которые уже подошли к пенсии. И вот они еще социально активны, а пенсия вот она уже пришла. Ну и то, что в перспективе очень многие профессии станут просто невостребованы. И так развитие своего домашнего бизнеса становится наиболее актуальным. Это даже все вторично. Первое – это развитие своего таланта. Вот что самое главное из свободы. Давайте начинать с того, что работать по поиску того, чем же заниматься. Чем я могу заниматься, на чем я могу зарабатывать деньги. И тут, может быть, вам покажется странным, но я скажу вам. Первое, что нужно сделать, это самое главное – выкинуть мусор из головы. Что я имею в виду? Дело в том, что когда твоя голова забита, особенно предрассудками, она не может вместить в себя новую информацию. Она не может увидеть, мозг не может увидеть ничего нового, потому что он закрыт. Но это как стакан. Когда он полный, не наполовину полный или пустой, когда мы говорим о оптимистах-пессимистах, а когда просто он полон воды, жидкости, мы не можем туда налить. Для того, чтобы мы налили туда свежей, свежей, бодрящей жидкости, нужно вылить то, что есть в этом стакане. Точно так же и с нами. Нужно очень хорошо поработать с собой. Нужно выкинуть из головы весь мусор того, что я не умею, я не знаю, что делать, я не понимаю, у меня точно нет талантов, никогда не было, я не умею работать из дома, я не знаю, как это оплачивается, я не знаю, как это доставляется, или я вообще ничего не представляю. Вот это нужно своей головой выкинуть и понимать, что мир сейчас очень реактивный, всё очень быстро меняется, и человек должен учиться, человек вообще всю свою жизнь должен учиться. Но сейчас это наиболее актуально, в 21 веке это очень актуально. Поэтому есть большая разница, понимаете, нам же не нужно ничего создавать. Все инструменты, все программные обеспечения, уже вся автоматизация, уже всё сделано. Есть интернет, через который можно рассказать о себе, можно привлечь аудиторию, интересующую вас. Есть системы, которые помогают делать оплату, вы монетизируете ваш талант. И есть компании, которые занимаются доставкой. То есть вам нужно просто найти свой талант, развить его и монетизировать. Всё обслуживающее уже всё готово. И если вы просто этим пока не владеете, значит, вы этому научитесь. Научиться надо. Это развитие, это несложно. И с этим все сталкивались когда-то, да. Поэтому мусор из головы нужно обязательно выкинуть. Нужно освободить себя, нужно прекрасно понимать, что главное у вас есть всё для того, чтобы заниматься любимым телом. И сейчас пришла пора найти это дело и начинать его развивать. Следующий этап очень важный. И он называется «Ищу себя». Для того, чтобы понимать, каким бизнесом именно вы хотите заниматься, вам нужно точно найти то, что вы любите делать больше всего. То, что вам нравится. То, что вас привлекает. То, о чём мечтается. Ну, в общем, всё, если из-то вы соберёте, вам нужно выполнить следующее задание. Возьмите листочек бумаги и ручку. Именно так, листочек бумаги и ручку. Не в компьютере, а листочек бумаги и ручку. И напишите, пожалуйста, минимум 30 тем, того, что вас привлекает. Вообще-то тем 30 это легко. Их вообще-то и 40, и 50 может быть. Но 30 это минимум, это минимум-миниморы, которые вам нужно найти. Чтобы найти эти 30 тем, вам нужно ответить на такие вопросы. Что вы умеете делать лучше всего? Что вам нравится делать? Чему вы хотите научиться? Есть ли у вас хобби уже сейчас? В каких странах вы уже побывали? Где вы мечтаете побывать? Как вы проводите свободное время? Какие передачи вы смотрите по телевизору? На какие рассылки или на какие каналы вы подписаны? Какие статьи в прессе вы читаете чаще всего или с увлечением? Какие сайты привлекают ваше внимание? Какая у них тематика? Как вы проводите свободное время? Вот это пример того, тех вопросов, которые должны подтолкнуть вас к вашим темам. Темы того, о чем бы вы хотели поговорить, поразмышлять и что-то вы хотели делать. Потом из этих тридцати, сорока, пятидесяти тем вам нужно выбрать десять. Десять таких, которые вам очень-очень нравятся. Ну очень-очень вам нравятся. Вы прям чувствуете очень-очень. Потом из этих десяти тем вам нужно выбрать пять, которые вам очень улыбаются. Но просто вы чувствуете, что это ваше. И вот по этим пяти темам вы поймете, к чему вы тяготеете больше всего. И я думаю, что многие из вас, к своему удивлению, придут к таким темам, о которых даже не думали. Возможно, даже у вас возникнет желание прямо даже срочно освоить что-то новое. Но все-таки для начала нужно заниматься таким делом, которому у вас уже есть какой-то навык. Или вы чувствуете в себе этот талант. Ну смотрите. Вообще в 21 веке очень важна коммуникация, общение, потому что общения у нас мало. И значит, есть люди, которые прекрасно умеют общаться с другими людьми, поговорить. Знаете, а поговорить. Послушать, выслушать человека, дать ему совет. Особенно люди, умудренные опытом, они всегда могут найти слова, которые поддерживают другого человека. А ведь еще в 21 веке есть такая штука, знаете, мы наэлектризованы. Потому что 21 век — это века Водолея, а управитель этого знака — это Уран. А Уран — это сожженное солнце. То есть планета очень наэлектризованная. И люди такие же наэлектризованные. И для них очень важно иногда, просто чтобы кто-то выслушал. Вы можете работать таким человеком. И я уверена, ваш талант, выслушать, подбодрить, он очень будет цениться. Дальше есть рукодельница. Очень многие женщины или мужчины прекрасно готовят. Я уверяю вас, если вы это делаете с душой, вы всегда найдете своего покупателя. А есть люди, которые прекрасно вяжут, шьют, которые танцуют, поют. Но есть люди, которые умеют в путешествии так красиво преподнести информацию, так интересно. Это все востребовано. Не обязательно сейчас открывать канал на YouTube и все это делать. Я вот почти всем сейчас говорю, начинайте с Инстаграма. И пока вы выкристаллизовываете ваши таланты, уже начинайте в Инстаграме знакомить людей с собой. Как вести правильный Инстаграм, как его правильно раскручивать. И я с удовольствием вас познакомлю с теми курсами или с теми людьми, которые это делают сегодня профессионально. В смысле, ведение Инстаграма профессионально. Тут это не ко мне. Потому что мой Инстаграм, я веду шатка-валка. Это вот тут я совершенно не пример. Поэтому я с удовольствием вас могу передать дальше, где вам получится. Но уже сегодня открывайте аккаунты. И помните, вот сразу люди, не зная вас, конечно, не придут и ничего у вас не купят. Нужно людей с собой познакомить сначала, подружиться с ними. А уже только потом что-то предлагать, когда у людей есть к вам доверие. А сейчас очень важно для вас выполнить два задания. Первое. Выкинь мусор. Не думайте, что вы ничего не можете, не умеете. Что жизнь закончилась. Что у вас ничего не получится. Что все, что есть в этой жизни, уже производится, шьется, вяжется, готовится. В общем, короче, все уже есть. Это не так, это неправда. И всегда есть кто-то, кто ждет именно вас. Поэтому нужно о себе заявить. Поэтому выкидывайте этот мусор. Он вам совершенно не нужен. Получайте навыки того, чего вам не хватает. Ну и пишите ваши 30, а то лучше 40 и 50 те. Знаете, есть люди такие универсальные. Они могут и шить, и вязать. И прекрасно умеют общаться с людьми. А плюс при этом они еще и косметологи. Они фитнес-тренера. Они ничему не учились, но они прекрасно выглядят, находятся в прекрасной форме. И вот это сейчас как никогда востребовано. Особенно для женщин после 50 лет. Или вы врач, который повернулся лицом к людям. И он хочет людям помочь. Не лекарствами, а своими консультациями. О правильном питании. О приеме БАДов. Очень мало информации, как же правильно БАДы компилировать. Как их правильно принимать. О том, какие анализы нужно сдавать. Как следить за своим сахаром в крови. Почему важно не стать инсулинорезистентным. Что такое гипотиреоз. То есть такие вещи, они основополагающие просто. Это нужно знать. Вообще в каждом из вас есть миллион вот этих вот талантов. Поэтому вы кристаллизуйте вашу тему из 30-10, из 10-5. И начинайте в этом развиваться. Но сегодня, я думаю, все. И так я думаю, что она говорила уже на много времени. Все не остановится. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Интересно было бы даже, чтобы вы хотя бы коротенько написали, как вы искали свои темы. И к чему вы пришли. Удивлены вы, не удивлены. Что именно эта тема к вам откликнулась, улыбнулась. Обязательно пишите. И поддержите, пожалуйста, меня пальчиками вверх. Если вам эта тема понравилась, я буду понимать, что нужно продолжать дальше. Самое главное – это уметь договориться с собой и с этим миром. Поэтому дарите этому миру любовь. Много любви, чтобы этот мир тоже подарил вам такую же взаимную энергию. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я частенько отвечаю на вопросы, даю какие-то маленькие консультации. И так мы будем с вами ближе и будем более интерактивно общаться. Ну, а я была очень рада вас сегодня видеть. Желаю вам найти себя. Желаю вам обрести гармонию. Ну, а с вами была Лена Такова. До новых встреч. Пока-пока.